Ливийская весна Ливийская весна Ливийская весна что России в Ливии делать сейчас, собственно говоря, нечего, это не наша проблема, как и проблема Ирака. Мы, конечно, можем в какой-то степени участвовать в Ираке, поставкой, например, оружия, но воевать в Ираке мы не будем, вот мое личное убеждение. То же самое мы не будем воевать в Ливии. И с этой точки зрения, если есть желающие повоевать на территории Ливии, то должны, во-первых, понять, кто будет воевать на земле. Вот если воевать на земле некому, если нет такой уверенной силы, на которую можно положиться, как, например, в Сирии, сирийская национальная армия, в этом случае совершенно понятно, что что бы мы не поставляли тем людям, которые готовы воевать, успеха от этого серьезного не будет. Однако Ливия создала и целый ряд других мифов, мне буквально вкратце о них скажу. Но, во-первых, как вы знаете, на территории Ливии находилось значительные запасы химического оружия, и все боялись, что это химическое оружие окажется по всему миру. И этого, к счастью, не произошло. Я подозреваю, скорее всего, оно было в основном небоеспособно в состоянии, частично было уничтожено. Некоторые факты утечек были по химоружию, однако все-таки были не столь значительны. Но что реально Ливия дала? Во-первых, она дала переносные зенитно-ракетные комплексы в Сирию. Причем они многие были именно китайского производства, и по некоторым данным на территории Сирии боевиков они имеются. Было значительное количество оружия из Ливии попало в Сирию, опять же, радикалом. Вот это имело место. Но, опять же, как мы изначально полагали, думали, что будет более страшно. Здесь все-таки ситуация не стала драматичной, но что мы не предполагали изначально? Мы даже не предполагали, что Ливия может стать вторым государством по количеству беженцев в Европе после Турции. Вот это не предполагали изначально. И в итоге получилось, что это стало самой большой головной болью, а не химическое оружие, и даже не то, что некоторое количество ПЗРК попали на территорию Сирии. С этой точки зрения Европа хотела бы каким-то образом этот вопрос закрыть, то есть уменьшить поток беженцев. Но я не представляю, как это может сделать практически. И поэтому проблема беженцев, наверное, сейчас или Европа является самой важной. Потому что если была попытка откупиться от Реджепа Эрдогана, дав ему денег, то можно попробовать найти кого-нибудь на территории Ливии, кому тоже можно попробовать дать денег, чтобы они тоже ситуации контролировали. Есть даже такие версии о том, что не нужен ли новый Мамар Каддафи, который мог бы контролировать Ливию, и некоторые даже называют персонали, кто бы мог это делать. Но в целом, в целом, в чем я вижу проблему, что в той ситуации, которая есть, когда фактически центра силы нету, помогать некому. Потому что когда приезжают в Москву и просят оружие, то, во-первых, можно сказать, у вас оружия так достаточно, а во-вторых, ну хорошо, дача оружия, а что из этого будет дальше? Поставка оружия всегда предполагает поставку специалистов, которые будут обучать им пользоваться этим оружием. Но получается, если нету силы, то, во-первых, оружие уйдет, а во-вторых, как бы, кого обучать, собственно говоря. То есть я с этой точки зрения, как бы, не вижу вообще вариантов. Наверное, можно было помочь бы, наверное, Египту, который бы частично контролировал бы ситуацию в ближайших территориях, наверное, это было бы возможно, там есть хоть с кем разговаривать. Но я не понимаю, с кем разговаривать в настоящий момент можно территорией Ливии. Наверное, такие люди могут появиться, может, они есть. Но в целом, в целом, вот эта вот так называемая раздробленность Ливии, она фактически исключает возможность оказания серьезной военной помощи. И опыт Сирии в борьбе с ландшафтным государством там, скорее всего, не реализуем. Продолжение следует...